Девушки отдыхают Входу во дворец полную корзину подснежников Того, кто исполнит нашу высочайшую волю, мы наградим по-королевски Так звучал приказ королевы из сказки «12 месяцев» Самуила Яковлевича Муршака Сегодня 19 апреля во всем мире празднуется День подснежников Вот об этом мы сейчас и поговорим Их существует около 20 видов Самый первый из них распускается Голландус В переводе с латыни – молочная капля С первыми весенними лучами солнца Она гордо пробивается сквозь сугробы И радует нас своей красотой Увидев такой прекрасный цветок Тяжело удержаться, чтобы не сорвать Но надо помнить, что многие из первоцветов Занесены в красную книгу А значит, находятся под охраной Возникает вопрос Почему? Их так много Оказывается, что срок размножения этих растений очень короток Также в природе есть виды подснежников, которые никогда не дают семян Люди срывают самые сильные побеги Которые предстоят в вазе От силы тень Растениям трудно произвести семена Слаборастки погибают после зимовки Из-за сокращения количества первоцветов Страдают насекомые, просыпающиеся ранней весной От нехватки питания Еднотружники шмели, бабочки и пчелы Незаменимые помощники в сельском хозяйстве Попадают под удар и растения, которые они опыляют В итоге истребление первоцветов ведет к сокращению разнообразия растительного мира Чтобы сберечь живые цветы, сделайте подснежники своими руками Из атласных лент, бисера или бумаги Как сделала это я А можно еще и нарисовать Вместе с первоцветами из-под снега появляются и горы мусора Особенно их много на обочных дорог Это излюбленное место цветов Где нет густой растительности и много солнца К сожалению, у них нет выбора, где расти А вот у человека есть выбор, где выбросить свой мусор Попробуйте сделать правильный выбор Первоцветы, насекомые, плоды растений и даже человек Все это звенья одной цепочки Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok